Друзья, всем привет! Находимся на Радмире Кремлянной России, сервер номер один. Продолжаем выживать в воровском мире. Почему я стою здесь, у какой-то непонятной церкви? Да потому что, друзья, совсем недавно погиб наш один из друзей, Дурас Ганн, которого мы похоронили с почестями, да, как это полагается. И я пришел отдать дань, так сказать, помолиться за то, чтобы он там жил нормально. По крайней мере, это жизнь его вторая не в тюрьме. Да, теперь он на свободе находится. Освободился, честно, как говорится. Ну и, конечно же, нужно, друзья, проведать Дона Ганна. Дон Ганн у нас потихонечку начал приходить уже в себя. Мы это с вами видели прекрасно, да, что он начал узнавать босса, начал узнавать меня. Правда, много еще пока что путает, но при этом есть вероятность, что он полностью, ну, вернется в норму, да, и с ним можно будет продолжать сотрудничать и решать какие-то важные воровские дела. А на сегодняшний день, по сути, вопросы все закрыты, особенно с Эль Чапо или Эль Пачо. Я, оказывается, путал постоянно это имя. И на самом деле есть такой в действительности Эль Пачо, который сбежал из тюрьмы через унитаз. Но я в прошлый раз прям жестко вообще путал их. И в итоге у нас вообще персонаж был Эль Чапо вместо Эль Пачо, на самом деле. Так, значит, тук-тук, кто у нас тут в домике живет? Дон Яган, Дон Яган сразу вижу. Кстати, Дон Ягана шляпа, можете заметить, другая. Да ты уже задолбал, а что кричит-то? Дон Ган кричит, смотрите-ка, истерит. Нет, еще не выздоровел. Жаль, но еще не выздоровел. Ты что в моей тапке срешь? Это был мой чай. Вы ругаете, что ли? Вы чего? Я тебя с детства вводил с собой в кусты. Они срутся. А что такое? По какой причине? Что, сдвиг, да? Он до сих пор, блин, в норму, что ли, не пришел? Насколько уже можно? Ё-моё. Пошел наверх. Узнал бы батя, за это убил бы. Сам ввали туда. Пошел. Но они ругаются. Что? Дон плачет. Ну, он же еще в норму не пришел. Ну, Дон Яган. Дон Яган, чтобы я тут тебя не видел. Слушайте, Дон Яган, я, конечно, все понимаю. Но зачем так с ним? Он еще в норму не пришел. Ты не вовремя. Ну, как не вовремя? Я вижу, что так нельзя делать. Я понимаю, что вы братья, что вы можете так общаться с друг другом. Но, во-первых, здесь босс стоит на секунду, да? И перед нами Дон плачет еще. То есть это нормально, нет? Он падает. У него падает просто репутация в наших глазах, понимаете? Дон Яган. Психические перепады в норме в таком возрасте. Я соглашусь с этим. Действительно, это может быть нормой. Но после того, что произошло, после того, как в психиатрической больнице, ну, даже не больнице, а лаборатории полежал Дон Ганс, с ним происходят просто колоссальные какие-то вещи непонятные. Да он постоянно мою еду забирает. А что вы деретесь из-за ерунды? Из-за еды еще будете драться? Вы в своем уме, что ли? Я вообще охренел. Еще что делать? Тем более, в конце концов, Дон Яган, это вы пришли в гости. Вы гости здесь, если что. Носки везде, даже под тем одеялом. Ну и что? Хорошо, это дом его. Представьте, к вам придут в дом, да? В гости. И начнут командовать. Говорить, слушай, а что у тебя здесь носки лежат? А что у тебя трусы на люстре делают? То есть это мой дом. Это мое дело. Дон Ган сам вправе решать, где ему хранить носки, в конце концов. Вы здесь, Дон Яган, не право. Я не могу с ним жить. Ну а что вы предлагаете? Вы сами приехали. Хорошо, вы можете уехать. Бестолочь, мой брат. Я понимаю, что он брат. Вы приехали, посмотрели. Он живой. Все, можете уезжать. Как я уеду, он болеет же. Видите? Все-таки любит брата. Другой бы сказал, ладно там. Все, живой и с хрен с ним, да, слава богу. И уехал бы. А этот ждет, пока он полностью выздоровеет. Заметьте. Это правильно. Это правильно. Но ругаться неправильно. Так, хорошо. Хорошо, я понял. У них здесь споры. Мне это на самом деле не нравится. Не должно этого быть. Дон Ган тем более расстраивается. А ему нужно в норму приходить. И нужно эту ситуацию решать. Слушайте, давайте, может быть, давайте так. Мы вам снимем номер в отеле. Хорошее предложение. Заметьте. Реально, вы спокойненько в своем номере отдыхаете, да? И нет никаких проблем. Никто ни с кем не спорит. У вас в отеле свой холодильник, своя еда и тому подобное. Пойдем, Макс, выйдем. Покурю хоть спокойно. Пойдем, пойдем. Как раз скажешь, какой отель тебе, да, нужен будет. И, значит, сумма не важна. Я даже готов, друзья, заплатить полностью. Там будут все условия. Отель очень далеко. Я хочу где-то рядом. А, рядом хочешь прямо? Слушай, ну, так. Ну, там у нас соседи. Соседи точно не одобрят. А так, если рядом... Слушай, ну, тут точно нигде не поселиться. Тут один дом только стоит на этой улице. Я здесь ничем помочь не могу. У него нет даже какого-то, знаете, дополнительного домика гостевого, например, да? А, есть гараж. Гараж подойдет? Смотрите. Ну-ка. Дон Ягон, как вам гаражик? Вы можете там... Ну, это, конечно, тоже, блин... Ладно, Дон Ягон предлагает спать в гараже, конечно, тоже. Я понял. Гараж не вариант. Какой гараж? Я понял, понял. Все, хорошо, хорошо. Все-все-все. Все-все-все-все. Я понял. Действительно, это было... Глупое предложение было очень. Мне бы хоть сарай какой. Я тебе не жигуль в гараже, блин. Ну, я понял, хорошо. А сарай тут не построишь, извините меня. Хоть сарай старый, но не ржавый. Ну, здесь нет, нет, без вариантов. Видите, он бы жил отдельно. Но говорит, что жил бы только рядом прям. О, пацаны. Здорово. Здорово. Вот это как раз. Слушайте, у вас есть квартира или, может быть, дом какой-нибудь? Сейчас порешаем вопросики. Сейчас порешаем, все сделаем. Нет, нет. А у тебя? Может, у второго есть хотя бы, а? У тебя мозгов больше, чем у моего братца. Придумай что-нибудь. Я вот и сейчас как раз-таки работаю мозгами, если не... Нет. Подождите. А вы что? Вы бомжи? То есть, ко мне сейчас подбежали какие-то непонятные бомжи? Да. Хорошо, я понял. Как же не совсем? А что, есть? Может быть, ты отель снимаешь? У меня 100 тысяч. Слушай, ну твои 100 тысяч, они ничем тут не помогут. Нам нужна квартира. Нужно тут паренька поселить временно. Вот бы кто квартирку подогнал временно. Рядышком, конечно. Я так понимаю, вы местные, да? С райончика здесь вот где-то напротив живете. Думал я так. Ну-то нема. Ну все, понятно, понятно. Нету так нету. Ладно, что-то, короче, думать надо. Я тебя услышал, да? Дон Ягон, я тебя услышал. Будем стараться. Мне нужно место, чтобы я жил недалеко и следил за братцами. Я понял. Я понял. Хорошо. Ты не хочешь в Арзамасе где-то жить, да? Далеко ехать. Вопросов нет. Надо что-то придумать. Действительно, друзья, какой-нибудь сарай, да, бабахать там можно. Вопросов нет, в принципе. Это действительно возможно. Тем более в наше-то время. Я думаю, что мы что-нибудь придумаем интересное. Ну, знаете, для Дон Ягона, вот честно, для такого человека, как Ягон, Дон Ягон, мы не можем взять и просто поставить какую-то, не знаю, будку, да, собачу какую-то. Ну, нельзя, нельзя. Нужно обязательно что-нибудь получше. Поэтому, если и строить что-то, то вкладывать, опять же, в это деньги, да, может, в подвале он будет. Я предлагал, я предлагал, нет. Он даже близко не хочет с ним быть. То есть, в одном доме они не уживутся. Будь он в подвале, а хоть тот на чердаке, понимаешь? Ему нужно отдельный дом. Ну, устал уже от него. Вот, сколько дней прошло, вроде, немного, да, устал уже. Без воды и без еды. Опа. Опачки. Привет. Слушай, а у тебя есть дом? Или квартира, может быть, у тебя есть какая-нибудь. Будет вообще шикарно. Ну, неподалеку. Это, наверное, тоже с района, да, местный какой-то. Нет, я без... Да что вы все бездомные? Ребят, вы что? Вы что, вроде нормально одеты, да, со стороны, кажется? А какие-то бездомные все. Что у одного тачка такая, ну, так скажем, не совсем крутая, да? Что у второго. Ну, ладно, ладно. У всех когда-то не было дома. У нас тоже, помните, не было дома. Потом появился. В общем, надо решать. Я думаю, мы с боссом поговорим. Ягон, ты был услышан. Про вопрос решим. Босс, пойдем отойдем. Пойдем отойдем. Я хочу этот вопрос решить быстро. Сейчас, друзья, вот прям реально у нас все проблемы решены. У нас нет сейчас вообще проблем. Никто там на зоне у нас не сидит и так далее. То есть все расклады прошли. Я не говорю, что хорошо, что Дуразган, да, мертв. Нет, ни в коем случае. Но, то есть, что все проблемы решены. И сейчас я хочу заняться этой проблемой конкретно. Потому что сейчас она вот капнула. Ягону нужен какой-то сарай. Что можешь предложить? Надо проблемку, босс, решить. А то я думаю, ну это не такая уж и серьезная, согласись, босс, проблема. Бывали и посерьезные ситуации. И мы с ними справлялись. А тут какой-то, блин, домик. Ну я не знаю. Давай, включай голову. Давай погреб вырым. Нельзя. Ты понимаешь, что это за человек? Ну в конце концов, это предприниматель. Из Майами. И ты хочешь в погреб ему вырыть или что? И в гроб положим. Ну ладно, твои шуточки, босс. Ты же понимаешь, что потом дом тебя положат в этот же гроб. И тогда тебе уже будет не до смеха. Можно было бы, конечно, какой-то домик построить рядом, да? Но это так долго, друзья. То есть ты материалы, закуп, договаривайся, решай проблемы, привози. Это все слишком долго. Мусорка. Нет, мусорный бак тоже не подойдет. Нельзя, нельзя, нельзя. Нужен уютный домик. Тут есть деревня одна. Поехали туда. Но ему рядом нужно. Горель деревня называется. А ему-то нужен рядом дом. А ты предлагаешь какую-то деревню где-то там. У меня есть идея. Давай выкопаем дом с фундаментом. И привезем его сюда. Смешно, смешно, да, смешно. Хорошая шутка. Ты думаешь, что я шучу? Только не говоришь, что ты не шутишь. В смысле, босс, ты сам-то понимаешь, что ты сказал? Чужой дом с фундаментом? Да легче свой, блин, босс. Ладно. Ладно. Ты тогда за руль. Ты за руль садись тогда, если ты знаешь, где там эта деревня. Поехали, я не против. Что значит готовый дом? У тебя есть там какой-то дом или какой-то участок, или что? Я просто пока не совсем понимаю, но если босс говорит, что это что, похоже, типа, на шутку, я не шучу. Тогда он действительно не шутит. И сейчас мне даже становится немножко страшно. Блин, и деревня оказывается далеко. Я думал, что он где-то сразу там повернет, знаете, рядышком будет. А нет, деревня оказалась слишком далеко. И это уж точно не подойдет. Как ты, блин, вообще нашел сюда дорогу? Что это за деревня? Горель, ты сказал, называется, или как? Просто забытая, богом, деревня какая-то. Посмотрите, сколько проселочных дорог тут проложено. Еще и свет здесь есть. Ну и что тут? Ты хочешь выбрать один из этих... Выбирай любой! Ты... Босс, ты серьезно? Ну а как же люди? Ты о них подумал? Ведь здесь живут люди, которые им, возможно, не понравятся, что когда они приедут, денег дам и все. О, денег дам и все. Все у тебя за теньки решается, босс. Ладно, хорошо, я пойду посмотрю, какие вообще тут домики есть, друзья. Так, хочется красивых. В принципе, можно было деревянные. Можно, можно. Тут, конечно, в основном деревянные. Можно, опять же, красивые, но это огнеопасно. Правильно? Огне... А вот есть, смотрите-ка, вообще, по-моему, здесь никто не живет, если я не ошибаюсь. Неплохой такой домец. Но там ничего внутри нету. То есть, видите, здесь сразу... Здесь нужно достраивать. Ну, блин! Ну, серьезно, что ли? То есть, вы хотите, чтобы я ягона поселил вот такую? Вот я сам тут уже заблудился. Поселил вот сюда вот. Мне кажется, в первый же день Дон Ягон поломает здесь себе ноги. Я в этом не сомневаюсь. Так что, отпадает. Сейчас выберем. Что ты остановился? Ты вот это имеешь в виду? Нет, давай, пожалуйста, босс. Я тебя прошу, без этих шуток. Домик здесь есть желтенький. Тоже можно яркий какой-нибудь интересный домик использовать, но полностью работать. То есть, чтобы был с мебелью. Самое главное, нужно, чтобы была мебель. О, здесь один богатенький какой-то же. Знаете, здесь, скорее всего, дачные какие-то участки, да, небольшие. Где проживают люди. Трактор, смотрите, кору. Ни хрена себе, ни хрена себе. Здравствуйте, здравствуйте. А ну-ка, подожди. Подожди, не раздави меня хотя бы. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, как ваши телочки поживают здесь? Что-то хотели бы этот человек? Да не, я просто смотрю. О, какие. О, какие. А ну-ка. Подожди, поглажу. Подожди, не против? Не против поглажу? О, да, это красотки-кормилицы мои. Ну, я поглажу немножко, ладно? О, ты какая здоровая, жирная корова просто. Слушайте, иногда в деревне хорошо, согласитесь. Трактора, коровы, му-му-му, петухи, ку-ку-ку и все такое. Нам нужен найти именно вот... О, еще один кадилак. Блин, откуда здесь на кадилаках такие крутые, а? Граждане, с моим домом аккуратней? В смысле, с вашим домом аккуратней? Что вы имеете в виду? Подождите, молодой человек. Мы вообще-то просто рядом проезжали, и вот осматриваем дома здесь. Смотрим участок. Непонятно, что ли? Что непонятно? Что за агрессивный мужчина? Что такое? В смысле непонятно? Мы просто проезжали здесь, смотрели участок. Мы будем вашими соседями. Это мой дом, вчера только достроил. А, вот этот? Слушайте, ну здорово. Здорово, я вам скажу. Это вы, это вы только сейчас... И сколько строительство заняло? Прямо хвастается. Видно, все, я понял, друзья, я понял, хвастается домиком своим. Ничего себе. Не, хорошо, хорошо пристроился здесь. Наконец-то с города съехал. Все мужики завидуют. Блин, знаешь, действительно, я согласен. Тем более еще напротив вот этого фермера ты живешь, да? Так, еще немного, и будет сосно. Видите, как общаются фермеры? Два месяца 50 человек делали. Представляю, сколько денег вгрохали. Срок в срок. Это круто. Двухэтажный. А, он двухэтажный разве? Даже по-моему нет. А, да, действительно. Слушай, ну здорово, здорово. Что за быки, не понял? Лопатой по машине только что бил. Эй, что такое, слышишь? Не трогай дядьку. Не трогай дядьку. Ты кто такой? Давай отсюда сваливай, слышишь? Я говорю, я за тебя не ручаюсь. Ты что на своей машине приехал? Тебя вон фермер уже прогоняет лопатой. Что ты хотел здесь? Давай, ты хочешь поговорить или что? Те на себя уже один раз сломали. Еще хочешь что ли? Давай фермеров не пугай. И лучше проваливай отсюда по-добру, по-здорову, пока фермер тебе лопатой по башке не дал. Или еще раз по носу, что еще хуже. Тварь поганая. А что сделал? Стой, дядь. Дядь, 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 пожалуйста. Дядь. А что сделал? Ну что ты кричишь-то? Бегом. А что сделал-то тебе? Корову что ли подоил твою? А, он попить молока хотел, корову прям подоил, сразу попил или что? А он моих красоток сбить хотел. А, ничего себе. Обалдел что ли? Блин, ну-ка подожди, сейчас. Ладно, с ружья я уже не буду стрелять. Слезать. Блин. Хотел. Ладно, давай защищай свою малышку. Уехал. Ничего себе. Животное. Ладно, ну есть такие, есть такие. Хотел буренку сбить. Видимо, еще и на мясо бы забрал, если бы не хрять. Итак, вопрос, вопрос еще к вам. Вы за два месяца, говорит, да, построили? Это новый Кадиллак. Ой, ну хватит хвастаться. И что, я вижу новый Кадиллак. Да, да, вижу. Новый Кадиллак красный, красивый. Еще парковали бы получше, потому что, видите, задевают. Все равно мешает тем же тракторам. Вот, например, дядя... Как вас, извините, зовут? Просто уже не хочется... Дядя, дядя, дядя. Хочется называть вот как нужно, да? А ну-ка, глаза есть у вас или нет? Артем. Дед Артем. Или дядя Артем. Ну, это между дедом и дядей. Что-то такое, да? То есть, еще пару лет, и все, и будет точно дедом. Дед... О, дед Артем уже сегодня. Все, понял. Понял, понял, понял. Все принял. Дед Артем. Сколько дом стоит? 30 миллионов? 30 миллионов? Ну, ладно. Видно, что богатый, хорошо. Но 30 миллионов за такой маленький домик, конечно. Не знаю. Зато, друзья, смотрите, какой качественный. Заметьте. То есть, качество дома... Я хочу вот... Блин, я не знаю, друзья. Но я понимаю, что... Но завидовать нельзя, да? Просто. Если можно завидовать только какой-нибудь белой завистью, да? Я хочу вас поздравить от чистого сердца. У меня дела. А что, вы так быстро уезжаете? Ладно. Все, я вас поздравляю. Как говорится, пользуйтесь домом на здоровье. Пошли дальше выберем. Видите, люди строят свое счастье вот так. Эй, слышишь? Ты что делаешь? Стой. Не заведую. Да, босс, открой. Да открой. Нахрен ты его туда закинул? Ну, ты издеваешься, босс. Открой, открой. Он не будет больше. Ты больше не будешь? Скажи, пожалуйста. Просто с прогиба его сразу в мусорный контейнер закинул только что. И пофиг. Ладно, ладно. О, дядя, деда, дед Артем работает. Заглох. Ну вот, разбирайся, дед Артем. Коров вам попроси, пусть они тебе помогут трактор твой дотолкать. Слушай, ну домика, конечно, но деревянных, конечно, полно, друзья. Как я уже сказал, мне безопасно, да? Мы уже, кстати, видели один вот этот дорогой? Что-то, знаете, наподобие такого. А, вон эта машина у этого чувака. Он прям рядышком, смотрите, припарковался здесь. А ну-ка, сейчас, подожди, подожди. Он там, этот, корову хотел сбить, по-моему. Иди сюда. Босик. Это там на тракторе своём, блин, ездит, смотрите. Она собирает картоху. Так, сочника сняли. Сейчас попросим. Сейчас вот тут, блин, коров. А не трогай корову. Коровки хорошие. Коровки максимум, что могу сделать, только кричать му-му и всё. Больше ещё молоко давать. Блин, что такая лужа маленькая? Черт возьми, я думал, здесь глубоко. На самом деле, ладно. Всё, бросим. У нас другая задача. Не забываем, да, что у нас... Что нам нужно срочно найти домик, подходящий для ягод. Ну, тут нет, нет, ничего нету, блин. Одни деревяшки, одни... Короче, одни дрова для этого, для баньки. Я не знаю, босс, это ерунда какая-то. Тут ничего такого годного нету. Привёл, блин, нет. Давай лучше на Рублёвку давай. На Рублёвке выкупишь дом, а? Мы нашли дом, поехали выкапывать. Ты какой? Про какой? Какая Рублёвка? Да, там-то больше, да? Ну, за день всех будет отстегнуть. Ага, конечно. И люди там, естественно. Какие живут, которые покупают такие дома? Там, блин, дома, ребят, по сколько они там? По 150 лямов продают, по-моему. Дом на Рублёвочке. Ну, там у босса на Рублёвке дом тоже. Он решил, что там неправильно будет. Чё ты хочешь? Ты чё хочешь? Его дом, что ли? Ты чё, сумасшедший? Он только вчера его построил. Бери лопату. Я бер... Лопату... Ты... ты... ты угораешь. Как ты его выкопаешь вообще? И как ты его собрался нести? Он... он не влезет даже ко мне в кузов. Ты чё? Ко мне максимум будка, блин, туалетная поместится и всё. Ладно, сейчас приеду. Куда? Куда ты? Я тогда пока... Я тогда начну, да? Ладно, ладно, приказал. Так, нужно этого. Дед! Дядь... Дядь буду вас... Вы что делаете с коровой дом? Можно, пожалуйста... Дядь Арт? Дядь Арт? Можно... Дед Арт? Можно вас так называть? Да, слушайте, действительно называют ли Дед Арт? Артёмов. Да, сынок? А вы можете нам, пожалуйста, помочь немножко прорыхлить землю дома? Нам просто желательно, чтобы... Как бы этот... Подчистить, так сказать, фундамент. Ремонт и всё такое, сами понимаете, да? Ух, курушку, курушку. Давайте. Опять прибежал. Ты что, выбрался, что ли? Я не понимаю. Стой! А, другой уже какой-то. Тихо-тихо, на большинке, смотрите, проезжает. Да-да-да. По сигналь, по сигналь ему. Вот Дядь Арт хороший человек. Смотрите, начал как, а? Сразу же вокруг дома пошёл. Красава. Просто разрыхляет. Машину убери, слышишь, босс? Машина. Там Дед Арт. Там Дед Арт. Не надо ему мешать. Сейчас отгоню тогда. Я надеюсь, Дед Арт не будет против, если я на его территории машинку поставлю. Временно пока что, хотя бы. Нам он помогает. Смотрите, Дед Арт что делает. Он как раз выкапывает. Ты же сказал выкопать. Пожалуйста, он нам прокапывает. Да так. Блин, ну это целый домино, друзья. То есть, он и дорогой. То есть, смотрите, есть гараж. Два этажа. Абсолютно. Вот это типа, знаете, гостевого дома. Алло, Ахмед. Пара рабочих и фуру сюда. Всё сделали так быстро? Дядя Арт. Ну вы красавчик, на самом деле. А вам вообще нравится? У меня, ну Макс. Макс зовут. Слушай, а тебе нравится сосед? Ну вот, который, получается, дом вот этот построил. Он же недавно, получается, да, стал твоим соседом? Грубо говоря, даже вчера. Вчера закончили. Вот типа он теперь здесь живёт. Кайфует. Говорит, что все завидуют ему, друзья даже. Дед Арт. Мне тоже, на самом деле, очень приятно с вами познакомиться, как говорится, да? Будем знакомы. Будем. Будем. А вы можете приподнять голову? Почему вы прячете свои глаза? А, ой, какие глаза. Не спите ночами. Всё, я понял. Кстати, по поводу... Не надо, не надо. Всё, успокойся. Успокойся, господи. Обратно, обратно давай. Не надо, пожалуйста. Как вам сосед ваш, а? Новенький который. Ох, ничего себе. Ему сосед, друзья, не нравится. Тупое существо, говорит. Гнобит меня? Вот козлина. Слушай, ну по характеру, кстати, похоже, что он такой, чел, знаете, типа. Меня убить хотел. Да ладно, угрожал, наверное, просто. Угрозы пустые. Дед Арт. Вам никто угрожать не будет больше. Успокойтесь. А Галю что? Того? На тот свет, что ли, Галю пустил? Ладно, я кушать пойду. Хорошо, хорошо. Галя насыпала уже. А Галя это корова или... Вот за что мне, друзья, нравится босс, так это за то, что у него всё всегда вот идеально в строительстве, да? Неважно, он там строит небоскрёб. Он и подрядчик, и застройщик. Всё в одном лице, чтобы вы понимали. Вот они, друзья, работяги. Постань, как только позвонил, сразу же приехали спокойненько. О, красавчики. Красавчики. Так, дядя Арт, дядя Арт, тихо, тихо. Ничего, что мы делаем? Спокойно, дядя Арт. Ваш участок не тронут. Не кричите, не кричите. Мы за соседом. К соседу приехали. Дядя Арт, ну тихо, в оборону встал. Вам же не нравится сосед? Вот мы и будем, собственно, с ними разбираться, с этим соседом. Так, а фуру что? Босс! Босс! Ты чё, издеваешься? Я думал, мы как-то зацепим на вертолёт. Ты хочешь дом повезти на фуре? Короче, пацаны, вот этот шикарный дом увозим. Чё, мне не послышалось? Да, твоего соседа увозят. Твой сосед переезжает. Вы этот дом забираете? Конечно, конечно. Сосед решил переехать вот отсюда. И мы сейчас решили как бы его отсюда забрать. Ура! Радуется, радуется. Ну всё, дядя Арт, всё нормально, всё нормально. Не переживайте. Так, там, в принципе, откопали. Эти ещё докопали. Их задача сейчас, по сути, поднять. Давайте поднимаем. Поднимаем дом. Грузите на фуру тогда сразу же. Давайте, пока этот дурачок-то Кадиллаки, блин, там не приехал. Сейчас приедет не вовремя ещё. Будут опять проблемы какие-то. Нам проблемы, естественно, не нужны никакие. Давай, уезжай, уезжай, пропускаем. Пусть поднимают. С двух сторон берите ковшами, короче, его. И поднимайте. Ты стой. Ты с другой. С другой стороны. Слышишь? С другой стороны давай тоже заедьте, поднимите. Нормально, ровненько погрузите, чтобы мы смогли увезти. О, красавца, а. Вот босс молодец. А вот рабочая сила у босса есть всегда. В любой момент. Что построишь, что... Ну и понятно, что строительство дольше времени занимает. А тут просто, по сути, поднять дом надо, и всё. Воплино чумелые ручки. Вы только гляньте. Босс, хватит там прыгать. Обалдеть. Они просто его подняли. А я смогу вот так вот, ну-ка, протиснуться. Блин, мне аж страшно. Друзья, он просто поднял этот дом и погрузил прямо на фуру. Обалдеть. Вот это, конечно, круто, друзья. Слушайте, так. Сейчас самое сложное, наверное, у нас получается. Это довести дом в целости и сохранности. И не встретить по пути кого? Знаете, друзья, сами. Конечно же, хозяина этого дома не встретить. Так, ладно. Давайте-ка, знаете, что сделаем? Я фуры водил. Давайте я фуру туда поведу. Босс, ты что там за кустами прячешься? Короче, слышишь? Я фуру поведу. Там нужно будет на участке также его поставить. Поэтому вы еще нужны будете. С нами тогда поедут пусть. Босс, пусть с нами тогда проследуют. Вронишь эти враги. Да не, нормально все будет. Босс, все нормально будет. Наоборот, я специально хочу повезти сам, чтобы, собственно, не уронить как раз таки его, да? Вот. Ёппараса ты. Какой он... Ну, кстати, такой уж и большой, можно сказать. Так, ну у нас там колея очень здоровая, конечно, да? Плюс там еще, смотри, что творится. Вот эта пригорка. Я думаю, что там проехать будет тяжело. Ты со мной решил поехать? А кто будет раптор забирать, а? Ладно. Так, попробуем тогда по... Убирайте. Убирайте свои эти бульдозеры. Я там проеду. Давайте, давайте, давайте. Бульдозеры двигайте. Потому что там колея, смотри, какая, блин. Нахрен перевернется этот дом. И что потом? Опять новые ищи. Так, давайте-ка забирайте. Я тогда постараюсь уже здесь проехать. Главное, никуда не вписаться, друзья. Сами понимаете. Потому что, блин, я таких грузов еще, конечно, не возил. Здоровых. Обалдеть, он огромный. Все просто. Дом за 30 лямов украли. Блин. Вот машины с вами, друзья, угоняли. Угоняли. Было дело, действительно. Но дома. Дома еще не приходилось угонять. Так, по колее, главное, аккуратненько проехать. Дома мы еще точно ни разу, ни разу с вами не угоняли. И вот первый угнанный нами, друзья, дом. Слушайте, а если, например, ехать, не знаю, там, по центру города, он же, скорее всего, будет цеплять светофоры, да, столбы и так далее. И будет проблематично проехать. То есть здесь сейчас габариты просто гигантские, на самом деле. Блин, еще овраги какие-то. Нам, как минимум, сначала нужно из оффроудной вот этой дороги выехать, да. А потом уже думать о том, как мы дальше поедем. Потому что здесь уже, видите, трем бампером землю. Это уже опасно. Видимо, он наклоняется туда-сюда, блин. Деревья еще. Главное, чтобы мы здесь, конечно, не застряли. И это в приоритете. Если застрянем, все, конец. А так, а далеко у нас трасса, а, находится? Вот бы на трассу выехать. Ё-моё, как шатает-то. Так я из колеи выйду нахрен лучше. Я лучше из колеи выйду. Так будет легче. Вот, охренеть. Блин, какой он огромный, друзья. Обалдеть. Вот и... Ой-ой-ой. Блин, заносит. Тихо, 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 тихо. Ничего себе его носит жестко. Вот это домина. Нормально, нормально. Дрифт. Дрифт дома. Неплохо выглядит, на самом деле. Все нормально. Все нормально, босс. Не кричи, пожалуйста. Довезем. Самое главное, здесь нет колеи. Так, а дорога, дорога. Нам нужна сейчас самая главная дорога. Желательно трасса. Там у нас канава. Поедем просто вдоль вот этой дороги, да, по траве. И тогда у нас будет шанс хотя бы... Сто километров в час. Друзья, сто километров в час везем в дом, называется. Здрасте. Эти бульдизелисты даже отстали от нас. Так, а мы что, проедем туда по мостику, да? Ну, до развилки, по крайней мере, мы доехали. А куда здесь, получается? Босс. Нам направо. Так, хорошо. Как раз съезжаем уже на асфальтированный участок. И это огромный плюс. Ребят, разворачивайтесь. В другую сторону пропустите только. Пропустите, пожалуйста. Дом пропустите огромный. Блин, есть встречка. Сейчас поедет. То, друзья, это будет плохо, на самом деле. Особенно, если еще фура, да, навстречу поедет. Да, еще хуже. Так, знак, блин, не снести. Охренеть. Просто огромный дом едет, пожалуйста, по дороге, друзья. Здесь, мне кажется, вид от первого лица нужно делать. Вот так вот спокойненько ехать. Едем сейчас, получается, друзья, куда? Блин, просто, смотрите, Т-дома. И едет рядом дом. Огромный дом просто несется. Ну, здесь я вынужден... Надо было сопровождение еще вызывать. ДПС обязательно в таких ситуациях надо, друзья. Я не подумал сейчас, да. И опять же, я мог задействовать кого-нибудь из наших, чтобы они сопровождали хотя бы просто какую-нибудь полицейскую патрульку, да. Но я никого не задействовал. И это, конечно, плохо. Просто я понимаю, что рано или поздно нам нужно выехать на центральную трассу. Вон, уже один поехал. О, слава богу, он вырулил. Уди! Уходи, уходи! Уходи! Ё-моё! Размотался! Размотался, блин, обдом прям. Вот я об этом и говорил, друзья. Ну как, я даже не могу на свою полосу выехать. То есть он настолько огромный. Проблематично, конечно. Очень проблематично. Но ничего, тут проехать-то, ну... Конечно, далеко ехать, на самом деле. Далеко. Но проехать надо. Что теперь поделаешь? Наша задача, как говорится, угодить... Кому могли вообще остановку? Забрать и все. Угодить надо Ягону Дону. Показать, что мы гостеприимные. И воруем для него целый дом, блин. Так, о, чёрт! Нет, тихо. Всё, я останавливаюсь. Молодец, объехал. Слава богу. Я понимаю твоё удивление, братишка, да? Как-то вообще сейчас удивился, что едет на твою сторону дом целый. Я не перестану удивляться. Ой, чёрт! Таксист! Да, блин, тихо. Ребят, аккуратней. Под домом прям подъехал. Обалдеть, смог проехать под домом. Повезло, повезло. Ну, здесь, в принципе, высота. Видите, иномарки влезают. А вот высокие тачки какие-то, да? Типа фуры там. Или вот, например, вот это гелика. Гелик тоже. Ушёл немножко. Ушёл. Извиняюсь, ребят. Автобус! Нет, 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 нет. Видите, я стараюсь держаться немножко правее. Нам вроде ничего не мешает. Там ни деревья, ничего. О, нет. Так, хорошо. Нам, получается, сейчас куда? Куда нам сейчас? Направо или налево? Я тут немножко запутался. Так, направо. Ну, здесь вот, если кто-то и захочет меня обогнать, уж извините. Но здесь, видите, одностороннее, в принципе, да? Движение идёт. И, по идее, получится проехать. Влезаем. Самое главное, что, в принципе, смотрите-ка. Влезаем. Всё у нас нормально здесь. Так, пропускаем. Никого нету. Хорошо. Выезжаем. Уезжаем на главную. Всё. Машинок нет, слава богу. Едем спокойненько. Блин. По-моему, дом немножко трётся, нет? Прямо ровненько, смотрите, он влезает. Можно прямо здесь его поставить и всё. На землю так и оставить. Окей. Пока получается. Видите, везёт, что машина особо не попадается, да? И нас никто не хочет обогнать. Потому что, да, были бы проблемы у нас реальные. А мне эти проблемы не нужны. Так, сейчас, получается, налево. Да, всё правильно. Налево. Я вижу, вижу, вижу. Знаю, босс. Я знаю, куда. Может, вообще, все поставить, а? Друзья, гостевой домик. А то у меня нет гостевого домика. А тут домик появится гостевой. Красота будет вообще. Блин, ну кто машины так бросает, а? Ну вот скажите, кто так бросает машины? Вот как я сейчас должен проехать через этот Rolls-Royce? А? Дорогой. Сколько он стоит? Ё-моё, задел. Ну по крыше. Обшарапал. Обшарапал. Нормально так, на самом деле. Блин, эту тоже сейчас, скорее всего, бэшку, да? Ну-ка. Опа, блин. Ну что вы, ребят, бросаете машины? Видите, чем чревато-то-то? Ё-моё. Блин, дом загорелся почти. Тихо. Аккуратно там сейчас взрыв будет. Сейчас взрыв. Ё-пы-расоте. Машину-то не повредил свою? Спокойненько. Так, пацаны, вы что бросаете? Блин. Ну неприятно машину эти ломать, на самом деле. Ну не должно такого быть. Посмотрите, что теперь происходит. Приходится так, приходится? Дружище, что там пешком бежишь? Давай запрыгивай на дом. Запрыгивай, я тебя подкину. Тут вместо всем хватит, как говорится. Всё, можно разгоняться, друзья. Сто километров в час разгоняется максимум. Отходи, бомж. Отходи, отходи. О, блин. Да ну нахрен. И этого ещё не хватало. Ну-ка, тихо. Тихо, ребят, подожди. Дай проехать. О, проезжаю. Дом повредился. Я думаю, я застряну, друзья. Серьёзно. Дом наверняка повредился. Сразу первая поворотка. Да-да-да, знаю-знаю-знаю. Всё. Дальше я уже точно знаю, куда ехать. Поэтому не переживай. Домик доставлен будет. Я надеюсь. Знаю, правда, конечно, уже ребятки там, да? Ездят, охраняют. В случае чего. Надеюсь, вы нас не перевернёте с этим домом, блин. Уж таким габаритным грузом мне ещё ездить, конечно, не приходилось. Целое путешествие. Не знаю, как оно закончится, конечно. Но страшновато, друзья. Честно сказать, немножечко страшновато. Вроде страшновато, говорю, да? Но при этом не Сузбин столько, как раз сейчас. Так, здесь дорога широкая. Остаётся у нас последний этап. Это заехать. Там, в принципе, колеи нету. У поворота до Нагана, да? И, в принципе, у нас получится спокойненько, по идее, заехать прямо на его участок. Вот, там и заедем. И уже сможем дом выгрузить. Ещё надо будет дождаться тех ребят, конечно же, тоже. Так, окома, циклист. Надо, чтобы они все по левой части сейчас ехали. Кто навстречу к нам едет. Потому что вот... А, ну, в принципе, я могу сам. Немножко вернуть направо. Не, влезаем. Нормально, друзья. На самом деле, проблемы были вот только когда мы сейчас съехали. Да, машины где расставлены были. Вот там плохо. Не бросайте, друзья, машины, чтобы в таких ситуациях потом они не взорвались. И вы не создавали помех. Видите? Кто-то наверняка думал. Вот, дом загрузил. Сейчас, блин, проблемы, помехи будут. А в итоге помехи сделали мне. Те люди, которые бросили просто свой транспорт. Ну и вот, друзья, долгожданный поворот. Вот. Вот поворот. Так, главное сейчас вписаться. Но здесь, в принципе, проехать тоже можно будет. Здесь тоже улица. Ой-ой-ой. Здесь улица тоже достаточно широкая. Главное ещё во двор как-то заехать. Смотрите. Дон Ягон хотел, чтобы мы... Чуть осталось. Вижу. Дон Ягон хотел, чтобы мы поставили близко, да, рядышком домик. Да? Не домик, а построили какой-то сарай там. Пожалуйста, мы сделаем это рядом. Я думаю, что дворовой территории Дона Гана, в принципе, должно хватить. И теперь у неё вместо парковки всё равно территория у неё пустовала. Согласитесь? Да, там машины можно было парковать. Блин, не вижу. Ни хрена. Машины можно было, конечно, парковать. Согласен. Ну, так, горочка опасная. Но она пустовала в основном. Поэтому мы эту территорию и займём. Так, чуть-чуть оставлю. Таксист, я извиняюсь очень сильно. Пожалуйста, да, задний ход. Красава просто. Прям выручишь. Давай, пожалуйста. Ну, давай. Сторону в сторону. Тем более, вип-такси у тебя такое классное. Немножко покоцанное. Всё, красава. Красава, спасибо тебе, таксист огромное. Так, автобус-то. Автобус убей. А, нам, в принципе, нужно... Ага. Нам нужно заехать, получается, объехать эту. Ну-ка, автобусик, давай уезжай. Так, ребят, аккуратненько. Остался буквально поворот. Последний. Всё, поворачиваем сюда. Самый опасный причём. Потому что здесь колея. Нужно будет почти, почти. Ой, как шатает-то его страшно. Но мне аж стало чуть-чуть и последний поворотик. Ещё один. И потом ещё один поворотик. Ага, на самом деле очень много поворотов. Так, аккуратненько. И заезжаем, друзья. Вот так вот. Просто привезли дом. Пожалуйста, появился второй дом. Вот он. Так захотел Дон Яга. Друзья, я в шоке. У вас получилось это? Да, да, всё. Охранники, не удивляйтесь. Здравия желаю. Привет, привет. Всё, короче, сейчас снимайте. Фуру убирайте. Всё, работаем. Чего стоим? Работаем. Не покладая рук. Давайте, давайте, давайте. Ох, красиво. Он же такой здоровенный. Домина привезли. По сути, смотрите. У дом, у Дона Гана не такой уж и большой. Здесь, конечно, сейчас она... Он на фуре стоит. Из-за этого кажется, что, да, высокий. Но, в принципе, разница не такая уж и большая. Ребят, прыгайте давайте. Прыгайте. Сейчас его разгружать будем. Видите, дом какой здоровый привезли. Огромный путь, блин, пришлось проделать. Чтобы это совершить, блин. Ну, в итоге сделали, сделали. Очень опасно, друзья. Очень трудная работа была. Особенно я боялся за тех, кто будет ехать навстречу, да, и что вообще там будет. Ладно, пойдёмте пока зайдём к Дону. Пусть устанавливают здесь. Сейчас с Ягодом поговорим. Опа! Привет, привет! Ещё раз. О, как ты думаешь? Я с сюрпризом на самом деле. Только пока не выходи. Что там поделаешь? Сейчас, сейчас, сейчас. Только пока не выходи. Я позову сразу, хорошо? Я не знаю, Ягод, когда тебе последний раз сделали сюрпризы. Но если бы для меня сделали под Дону, я бы был, честно говоря, немного в шоке. А что, фуру убрали? Тут ещё какая-то фура приехала. А зачем вторая здесь? А, разгрузили? Красава. А ты что здесь делаешь? Так, фермер. Ты-то что здесь забыл, блин? А, слушайте, ну нормально. Подошёл. Дом-то подошёл. Смотрите. Встал как родной. Блин, там, конечно, назад уже не пройдёшь. Понятное дело, да? Так, ребят, пожалуйста, не мешайте. Дайте хотя бы просто осмотреться там. Мне тем более ещё презентовать этот подарок Ягоду. Чтобы всё было красиво. Слушайте, да ещё и место парковочного. Чего я боялся, блин? Ещё место, куча парковочного осталось. И ничего не зацепили. Он прям как влитой. Обалдеть. Так, ребят, подождите-ка. Да, я тебе обойду. По-моему, мы угадали вообще с Дону. Красотища. Обалдеть. Как будто он здесь и стоял. Я в шоке, насколько он сюда подходит. Господа, вы просто взгляните. Так, давайте, убирайте технику, чтобы всё красиво было. Как будто он здесь и находился. Всё, гостевой дом и основной дом получился. Так, всё, пошёл, пошёл Яга назвать. Пошёл просто Яга назвать. Это красота. Так, работники. Всё, убирайте, убирайте технику. Всё, спасибо. Там босс с вами уже расплатится, я надеюсь. Но он не кидал. Он людей таких, конкретно таких вот. Конечно, первой серии он кинул человека. Мы все это помним, мы все это знаем. Так, где у нас Ягон? Ягон. Дон. В смысле, ну вы поняли, я отдельно их назвал. Идите смотрите, идите смотрите. Пойдёмте вместе с вами посмотрим, что у нас получилось. Посмотрите на эту красоту. Хочу эмоции просто увидеть. Ягон, это твоё. Вернее, ваше, конечно же. Ваше величество специально для вас был привезён дом за 30 миллионов. Это чё? А вот это вот для Ягона. Дом Ягона теперь. Как так быстро? Ну, слушай. Давай не будем вдаваться в подробности, ладно? Ты хотел себе дом? У тебя дом появился. Вот и всё. Мы решили проблему. Мы сделали то, что ты просил. Самое главное, правильно? Правильно. Но ты скорострел преуспел где-то точно. Но дом такой себе, если честно. Это кто сказал дом такой себе, а? 30 мультов, ничего так? Фуфло? В смысле дом фуфло? Дом прекрасен, говорит Ягон. Слушайте, мы хотели изначально ему мусорный бак поставить. А сейчас он привезет целый дом. Если сравнить мусорный бак с этим домом, то, я думаю, всё становится понятно. Нельзя назвать это каким-то фуфлом, как ты говоришь. Что не сделаешь ради брата Дона Гана, друзья? А именно Ягона. Спасибо. Да не за что, не за что. Обращайтесь. Если что, проблема очередная, друзья, решена. И благодаря, конечно же, боссу тоже не забывайте про это. А все эти события происходят, друзья, на первом сервере Радмира Кремляной России. Именно на первом. Поэтому обязательно приходите. Ссылочки на игру в описании есть. Если приходите, помимо того, что вы вводите мой ник при регистрации, да, вводите также команду mmn, когда вы уже находитесь в игре. Далее 11 пункт и промокод вписывайте maxdipcaps. А я каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи. Не забывайте ставить лайки. И пока. Пока.